У нас это еще со времен Украины длится. Не выбирают, а назначают. Я считаю, надо выбирать. Люди должны знать, за кого голосовать. Но я пока не вижу никого. Я думаю, это будет согласовано. Это же все будет в будущем. Это будет согласовано. Как-то президент должен знать, что здесь творится. Вы знаете, если так разобраться, действительно меняют, сейчас дела делают хорошие. Почему? Потому что ЧАЭС, оно, естественно, чувствуется, что очень напряженная ситуация в Севастополе. И каждый день он проводит разговор на эту тему, требует. Это очень положительно. Ну, а с другой стороны, время покажет. Понимаете? Я думаю, что он бы не побоялся и пускай бы попробовал бы выставить свою кандидатуру на следующие выборы. Вы знаете, не думаю, что наши вот эти депутаты сейчас правильно ведут себя. Вот в такой ситуации, мне кажется, надо сплотиться, дождаться вот мая месяца, когда уже будет у нас с электричеством в порядке. А потом уже что-то, чем-то. Ну, сейчас такое впечатление у меня, что вот друг друга палки в колесах. Сейчас не время. Сейчас надо именно действительно сплотиться и надо выждать. Я считаю, что жителями Севастополя. Почему? А потому что мы больше знаем людей. Ну, вы знаете, что? Смотря, кого назначит президент. Понимаете? Смотря, кого. И смотря, насколько он будет отслеживать его работу. Я живу в районе, на проспекту Октябрьской революции, напротив посполкома. Вы знаете, я до сих пор не знаю в глаза своего депутата ни одного собрания, ни одного какого-то возле домов там собрать, объяснить. Я вам честно говорю, я настолько по вечерам свободный человек, что я приду на любое собрание. Где штаб его находится, как к нему обратиться. У нас, например, вот по дому, я не буду пока называть, какой номер, очень много к нему вопросов. Очень много больных, наболевших, глобальных. Ну, приди к людям. КОНЕЦ КОНЕЦ